всем привет получил несколько просьб с вопросами как ты делаешь музыку вот я хотел немножко показать рассказать затронуть как я делаю показать вдруг кому-то будет интересно и тоже захотят повторить видео может быть немного сумбурным я не готовился так покажу нас вкратце да с чего я начинаю как это делаю соответственно обычно разберем трек эйр до который волшебный необычный классный трек как мы это делаем сейчас мы покажем то есть сначала я обычно начинаю подбираю какой-нибудь интересный синтезатор допустим баса сейчас посмотрим то есть вот я взял синтезатор баса я взял синтезатор названием toxic он стандартный входит фротилопс да при установке фротилопс вас нужно будет toxic либо просто качаете в ст затор вот соответственно я беру здесь есть куча пресетов готовых вот можно подобрать любой из них например либо свой выкрутить уже когда вы профессионалы вот соответственно я взял какой-то пресет подкрутил что-то вот я начинаю там играться на клавиатуре нажимая давно получая такие вот звуки необычные вот допустим вот мне понравилось я начал набивать мелодию меня такая мелодия зацепила я набил так простенько да потом здесь каждый канал вешается на каждый синтезатор можно повесить на какой-то определенный канал да вот циферка 9 у нас висит на девятом канале него я навешиваю какие-то эффекта в данном случае это характер фирмы новил тег это плагин который делает звук более жирным то есть без него он такой пустой а с ним жирный вот соответственно дальше эквалайзерами я могу подогнать до определенный спектр повысить понизить здесь вообще лучше на нем низу всегда обрезать на нападок вот и так сделал допустим вот у меня пошел под потом я для ритма набивая бит я либо габберу готовый пресет готовый луп то есть как данном случае да здесь я взял готовый луп который скачал скачал сэмпл пак лупов ударных это все качается надо обязательно искать сэмпл и у меня большая база сэмплов вот соответственно я скачиваю либо ваншот и до ваншот это отдельный инструмент а когда нам случае как кик то есть вот она себя представляет отдельный сэмпл это луп готовый то есть целиком это ваншот хэта то есть вот он такой коротенький свечок я его навешал чтобы ну для ритма вот соответственно навесили уже там получается как это мелодия у нас бит дальше здесь есть такая штука плейлист плейлисте я набиваю все дорожки на то есть есть дорожка с вот сейчас таким звуком это синтезатор контакт контакты для него банк называется симп хобби а это все тоже скачивается оркестровый синтезатор вот мне понравился такой звук вот я вписал его допустим вот он озвучит для самого начала вот контакт дальше здесь оставил пианинку пианинка она тоже навешана да на нее эффекты навешаны реверб параметры к эквалайзер соответственно компрессор компрессор выравнивает звук по громкости что он не прыгал потом дальше идет характер сатуратор он же и финальный какой-то у меня здесь эквалайзер еще один вот и соответственно вот вы видите под пианинка и синтезатор вот что они дают в сумме вот сейчас мы включим шум толпы есть да шум толпы это сэмпл какой-то скачет на тоже сэмпл пак определенный да ты мне очень много сэмпл пак я рискую так ну вот соответственно пошла партия здесь я так рисую звуки да вот мы дошли до части то есть я сделал вступление такое вот мы идем здесь перед началом партия оставляя переходик да это тоже сэмпл готовый барабас вот такой на него навешан только ревер то есть он с 34 канала идет на сэнд канал который вот здесь и там у меня стоит реверб такой вальгало вальгало реверб винтаж очень хороший реверб посоветовал мне вот димуля ващан немного чего посоветовал конечно спасибо ему так дальше начинается партия да сейчас я голос пока отключу все отключили понеслось да и здесь я сделал дополнительные райды аж целых два то есть как будто ударник там хреначат по двум тарелкам четырьмя руками то есть он кроме битая хреначат еще райды крэши хэта и вообще магический ударник получился здесь у нас добавился бас соответственно красивый такой здесь он очень простой это синтезатор бубас примитивный стандартный встроенный в фельд вот он такой на него навешанные эффекты которые добавляют жира амбассадор хорошо живет ну вы на камере не услышите но по факту он очень много баса добавляет стерео генератора нас добавляет немножечко стерео так компрессор это нас сайдчейн сайдчейн надо отдельно почитать что такое то есть бочка когда вступает бочка в этот момент вас утихает чтобы спектр звука не прыгал то есть в момент когда хреначат бочка да идет удар спектр очень сильно захватывается этой бочкой то есть она поглощает довольно большую часть спектра звука и бас находится в этой же зоне зоне баса получается что бочка и бас они друг друга очень сильно как бы один спектр накладывается на другой получается как бы клипе для превышение звука громкости его чтобы это не происходило нужно делать сайтчейн то есть тот момент когда вступает бочка бочка вот этот рисунок который вот при это когда зелененькие кнопочки до в этот момент баски утихает то есть по сути когда играет эта штука вот зелененькие бас в этот момент сразу же утихает чтобы не клипировала и спектр не забивала вот мне так вот вышелся идем до самого интересного самое интересное у нас вот этот синтезатор мне очень нравится и вот он такой охрененный мессив на этих инструмент смеси вот я что-то там находил какие-то готовые пресеты потом докручивал пока не получился такой классный звук дальше я нарисовал такую мелодию мелодия такая ну довольно простая на самом деле ничего сложного нет и навешивал на нее эффекты вальгао ревер делай делай дает задержку слышите? о характер дальше эквалайзер идет компрессор ну и все вот так он звучит без эффектов так с эффектами ну и все ну и все соответственно он соответственно тоже сайтчанится от бочки бочка когда играет это звук утекает чтоб бочка не перекрывала ничего вся мелодия состоитiz вот эта светодица огромного такое песо буквально и это из Ну и понесло здесь всё то же самое, бит, хэта, всё то же самое, вот эта мелодия магическая, бас, бас тоже такой простой довольно, но он ритмичный, создаёт кач такой ту-ду-ту-ду, прям хорошо. Пат, пат я вам показывал уже, а это новый пат, синзатор Z3TA, Z3TA+,2, очень интересный синт. Советую скачать. И вот он тоже навешан на какой-то фильтр, дилей поставлен, всё это, соответственно, крутится от балды, от балды, от. И есть такой ядерный лид, лид есть, вот этот ядерный. И вот похреначи-то. Вот здесь такой звук, интересно, это я создал из какого-то сэмпла, я его погромко, ну, питчем придавил, то есть сделал очень медленным, какие-то эффекты навешивал, получился такой интересный звук. Сейчас я уже не вспомню, как это сделал. Ну, какой-то сэмпл взял, короче, готовый. Дальше я его раскинул по панораме, да, стереопроцессором, плагин, чтобы он с по стерео, да, панораме был. Потом здесь навешан дилей от фирмы M-Audio. У них есть пакет M-Audio Bundle, как-то так. Ну, соответственно, эквалайзеры, как всегда. Эквалайзеры нужны у нас, чтобы всё влезло, каждый инструмент влез в свою зону, зону темборозвучания. Ещё тут такая охрененная, охренительнейшая пианинка. Это всё тот же контакт, плагин Death Piano. Это тоже мне мой друг Дмитрий посоветовал. Пианка космическая. Так, ага. Просто космос. Ну, такой-то интересный, короче. Мелодии я подбираю, то есть на ходу, то есть я слышу, да, допустим. Вот здесь должно быть звуки. Я прям на ходу добиваю, да, и... Я могу изменить. Вот, ну, соответственно, как нравится, так оставляю. Ну, вот, собственно, и всё, почти весь трек. Дальше у нас здесь какие-то звуки, тут эффекты, да, какие-то небольшие навешанные, тоже с сэмпла. Down filter, up filter. Ну, это up filter, да, это возрастающий такой звук. Down filter, это... Вот он такой, видите, падающий шум толпы. Воу, вся клопа это парирует. Переходик. И понеслась. Бит хэда. Четырёх руки ударные, как хреначит. Пианка, как хреначит. И вот такая магия, прямо. Здесь, вы видите, да, уже вот этот переходик начался. Тут, видите, он здесь уже рисуется, вот он. Рисуется здесь. Здесь идёт стоит эквалайзер, который просто уровень громкости. Автоматизация, да, то есть... Уровень громкости этого звука постепенно возрастает по этому прямой. Вот, соответственно, вот мы видим, да? Вот 18-й канал, вот у меня повешен на параметре как эквалайзер, да? Вот он. Это уровень громкости, то есть... И вот у меня это автоматизировано здесь, то есть так идёт. И вот громкость, видите, постепенно возрастает. Вот, да, чуть-чуть выше-выше-выше. И вот эта линия. Здесь можно любой, соответственно, начальщик автоматизировать. Это я тут экспериментировал, но ещё не доделал. Вокал. Вокал я взял здесь из sample pack. Сэмпл пака какого-то фирменного Laniakea Sounds Chillout Vocals. Ну, это доступный sample pack был. Я, соответственно, нашёл там какой-то звук, этот вокал красивый и наложил его. И получил...